Из огня рождения Солнца возникли планеты-близнецы. Венера и Марс. Две дороги разошлись в нашей юной Солнечной системе. Один мир природа нарядила в зеленые и синие цвета жизни. Другому же подарила кислотные облака, сильную жару и вулканические потоки. Почему судьба Венеры приняла такой катастрофический оборот? И как может Сестра Земли способствовать поиску иных миров, подобных нашему? Венера. Смерть планеты. В то время, пока мы смотрели на звезды, они посылали нам знаки, что где-то там существуют миры, такие же богатые и разнообразные, как наш. Однако сейчас астрономы нашли способы видеть сквозь яркий свет близлежащих звезд. Они быстро обнаруживали планеты, используя орбитальные обсерватории, такие как космический телескоп НАСА Кеплер, и множество наземных приборов, которых около тысячи, и их количество продолжает расти. Эти чужие миры охватывают широкий диапазон от газовых гигантов во много раз больше Хьюпитера до каменных обугленных останков, сгоревших при взрыве своей родительской звезды. Некоторые, имеющие дикие эллиптические орбиты, улетают далеко в космос, а затем ныряют в палящие звездные ветры. В то время, как другие вращаются так близко к своим родительским звездам, что их поверхность, вероятно, купается в расплавленных скалах. Среди этих негостеприимных областей есть нечто похожее на воду и лед, компонентов, необходимых для жизни в той форме, в какой мы ее знаем. Гонка в поиске иных мест обитания жизни снова подняла древний вопрос. Многочисленны ли планеты, подобные Земле, в дебрях нашей галактики, и является ли жизнь чем-то обычным? Или Земля — редкий райский уголок в бесплодной Вселенной? При столь немногих свидетельствах о других мирах, у нас есть лишь истории планет нашей Солнечной системы для того, чтобы оценить шансы найти другую Землю. Возьмем, например, мир, долго выглядевший и казавшейся планетой, на которой есть жизнь. Не считая Луны, нет более яркого светила в нашем ночном небе, чем планета Венера, также известная как утренняя и вечерняя звезда. Древние римляне назвали ее в честь своей богини красоты и любви. Со временем художники-мастера превратили этот классический символ в эротический образ, а затем в куртизанку. Ученый Галилео Галилей развеял таинственность планеты Венеры, записав ее фазы движения вокруг Солнца и поставив в ряд других планет. Имея схожие размеры вес, Венера стала известна как планета Сестра Земли. Но насколько она похожа на Землю? В 1761 году русский ученый Михаил Ломоносов заметил нечто необычное. Когда Венера проходила перед Солнцем, он наблюдал по ее краю свечения толщиной в волос. Он обнаружил, что у Венеры есть атмосфера. Дальнейшие наблюдения выявили толстый слой облаков. Астрономы подумали, что они состоят из водяного пара, как на Земле. Скрывали ли они под собой ветреную, мокрую погоду? И жил ли там кто-нибудь или что-нибудь? Ответ пришел с невероятным посланником, астероидом, который врезался в Землю. Так было в классическом научно-фантастическом романе первый космический корабль на Венере. Среди камней был найден таинственный компьютерный диск. На Земле усиливается интерес, и международный экипаж отправляется выяснить, кто его послал и почему. То, что они находят, — коварный ядовитый мир. Неудивительно, что венерианцы хотят поменяться планетами. Настало время серьезно отнестись к исследованию нашей планеты-сестры. НАСА отправила Маринер-2 к Венере в 1962 году на первую в истории близкую встречу с планетой. Приборы показали, что Венера совершенно не похожа на Землю. Напротив, на ней крайне горячо, а атмосфера состоит в основном из углекислого газа. Данные показали, что Венера вращается очень медленно, лишь один раз за 243 земных дня, и движется в противоположном направлении. Американские и советские ученые выяснили, насколько странной является Венера, когда отправили ряд посадочных аппаратов для того, чтобы сделать прямые измерения. Температура на поверхности почти 900 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы расплавить свинец, при атмосферном давлении в 90 раз выше, чем на уровне моря на Земле. Воздух настолько плотен, что это не газ, а сверхкритический флюид, жидкий СО2. На нашей планете его единственный естественный источник — среда подводных вулканов с высоким давлением и температурой. Советские посадочные аппараты на Венере прислали снимки, показывающие, что она — это громадный сад скал без воды вблизи. По сути, если бы вы разгладили поверхность Венеры, вся вода в атмосфере составила бы глубину всего 3 сантиметра. Сравните с Землей, где океаны образовали бы слой глубиной 3 километра. Если бы вы могли совершить посадку на Венере, вас бы встретили спокойные пейзажи и закаты, окрашенные в оранжевые оттенки. Ветры не сильные, всего несколько миль в час. Но воздух настолько плотный, что легкий ветерок сбил бы вас с ног. Посмотрите наверх, и вы увидите быстро движущиеся облака, которые мчатся вокруг планеты со скоростью 300 километров в час. Эти облака образуют плотный слой на больших высотах от 45 до 66 километров над поверхностью. Облака плотны и так отражают свет, что Венера поглощает намного меньше солнечной энергии, чем Земля, несмотря на то, что она на 30% ближе к Солнцу. Эти облака скручиваются в огромные планетарные ураганы, когда воздух спускается вихрем в более холодные полярные области. Вдоль экватора они поднимаются мощными бурями, извергая разряды молний. Совсем как на Земле, эти бури рождают дождь, только это — кислотный дождь, который испаряется прежде, чем успевает достичь поверхности. На возвышенностях образуется легкий туман, не из воды, а из редкого металла — теллура, и железных перитов, известных как золото дураков. Он может образовывать металлический иней, словно снежинки в аду. Ученые определили около 1700 основных вулканических центров на Венере, от лавовых куполов и странных структур под названием арахноиды и львинцы до огромных вулканических вершин. Планета усыпана вулканами, возможно, миллионами, разбросанными по поверхности случайным образом. Венеру прорезают большие разломы протяженностью в тысячи километров, которые вполне могут быть лавовыми каналами. Наша планета-сестра — вулканический рай в Солнечной системе, сформированной вулканизмом. Крупнейшая гора на Земле — гавайский вулкан Мауна-Кеа насчитывает 32 тысячи футов от морского дна до вершины. Почти в три раза выше — мать всех вулканов, гора Олимп на Марсе. Луна Юпитера Ио истекает лавой. Она образуется глубоко внутри из-за трения в результате воздействия гравитационного притяжения своей материнской планеты. Также есть луна Нептуна Тритон, где кристаллы азотного льда выстреливают на высоту около 10 километров над поверхностью. Луна Сатурна Титан с замерзшим жидким метаном и аммиаком, вытекающими в озера и болота. На нашей планете вулканы обычно возникают по краям материков и океанов. Здесь большие плиты из камня, которые лежат под океанами, вдавливают те, которые несут материки. Глубоко под землей магма смешивается с водой, и нарастающее давление выталкивает их в процессе извержений со взрывами. На Венере картина совсем другая. При очень плотной атмосфере вулканы скорее сочатся и брызгают, посылая реки лавы, стекающие в низины. Они напоминают вулканы, образующие горячие пятна, как Гавайские острова. Там фонтаны магмы поднимаются из глубин земли, сбрасывая давление в потоки извержений. Чтобы увидеть типичный крупный вулкан на Венере, отправимся к горе Маат, имеющей 400 километров поперечники и высоту полтора километра. Гора, вероятно, образовалась в результате извержений на ее вершине, но когда магма поднималась снизу, она начинала стекать через ходы и трещины под поверхностью, которые образовали сеть каналов, выходящих на окружающую местность. Является ли Венера, подобной Земле, по-прежнему вулканически активной? Поиск ответа был главной задачей миссии Венера-экспресс, запущенной в 2005 году Европейским космическим агентством. Вооруженная новым поколением высокотехнологичных датчиков, она всматривалась сквозь облака. Регистрируя инфракрасный свет, излучаемый несколькими крупными горами, она обнаружила, что вершины ярче, чем окружающие котловины. Возможно, это потому, что они подвержены такому сильному выветриванию в этой едкой среде. Это значит, что они могли извергаться примерно в течение последних нескольких сотен тысяч лет. Если вулканы действуют и сейчас, то потому, что они часть более глубокого процесса, который формирует и нашу планету. На Земле высвобождение тепла от радиоактивного распада глубоко в мантии. Это то, что приводит в движение океанские и материковые плиты. Это зависит от эрозии и других процессов, связанных с водой. Без воды на Венере внутреннее тепло планеты нарастает до экстремальных уровней, а затем находит выход во вспышках вулканизма, который имеет глобальный масштаб. Это может объяснить факт, почему на Венере найдено менее тысячи ударных кратеров. Все, что старше около 500 миллионов лет, оказывается буквально залитым. Так почему Венера так радикально разошлась с Землей, если она родилась в той же Солнечной системе при схожих условиях? Возрастает число доказательств, пока косвенных, что Венера на самом деле могла иметь более влажное, более землеподобное прошлое. Одним из самых потрясающих открытий ранних миссий к Венере стало присутствие деэтерия, формы водорода, в верхних слоях атмосферы Венеры. Он образуется, когда ультрафиолетовый солнечный свет разлагает молекулы воды. Недавно появилось дополнительное свидетельство. Венера-экспресс навела свои инфракрасные датчики на ночную сторону планеты, чтобы посмотреть, как местность излучает энергию, собранную в жаркое дневное время. Это изображение составлено более чем из тысячи отдельных снимков южного полушария Венеры. Области возвышенностей, показанные синим, излучают меньше тепла, чем окружающие котловины. Это подтверждает гипотезу о том, что эти области состоят не из лавы, а из гранита. На Земле гранит образуется в вулканах тогда, когда магма смешивается с водой. Если на Венере есть гранит, то вполне возможно, что там была и вода. Если Венера и Земля появились вместе, как голубые мраморные близнецы, значит, в какой-то момент два мира разошлись. Земля нашла способы управлять своим климатом, отчасти удаляя углекислый газ и парниковый газ из своей атмосферы. Во-первых, растения поглощают СО2 и выделяют кислород в процессе фотосинтеза. Один квадратный километр тропических джунглей, например, может поглотить несколько сотен тонн СО2 всего за год. Никто не сравнится с океанами. За один год по текущим исследованиям всего один квадратный километр океана может поглотить 41 миллион тонн СО2. Земля принимает свою собственную долю СО2. Когда дождь взаимодействует со скалами, химическая реакция, известная как выветривание, превращает атмосферный СО2 в карбонатные составляющие. Стоки с суши смывают их в реки и моря, где они оседают в океанские отложения. При малом количестве воды и без океанов Венера не может удалять СО2 из атмосферы. Наоборот, с извержениями вулканов, добавляющими больше и больше СО2 в атмосферу, она все более оказывается в ловушке солнечного тепла с нарастающим парниковым эффектом. Венера так горяча, что жидкая вода попросту не может сохраниться на ее поверхности. Похоже, что в верхних слоях атмосферы тоже виновата в этом Солнце. Наружные области его атмосферы, корона, состоят из плазмы, разогретой более чем до миллиона градусов по Цельсию. Из этой области Солнце испускает постоянный поток заряженных частиц, разлетающихся по всей Солнечной системе. Солнечный ветер достигает пика, когда случаются большие петлевые извержения на поверхности Солнца, именуемые корональными выбросами массы. Взрывная волна окатывает Венеру, а затем устремляется к Земле. Наша планета защищена от солнечных вспышек. Фонтаны горячей магмы поднимаются и падают в ядре Земли, когда оно вращается, генерируя магнитное поле, которое распространяется далеко в космос. Оно действует как щит, отклоняясь солнечный ветер и заставляя его протекать мимо. Это защитный пузырь, которого нет у Венеры. Венера Экспресс обнаружила, что эти солнечные ветры постоянно срывают легкие молекулы водорода и кислорода. Они покидают планету с ночной стороны и солнечный бриз уносится в космос. Все это может быть из-за размера Венеры, составляющего 80% от размера Земли. Это препятствует образованию твердого железного ядра, а с ним поднимающихся и падающих фонтанов, генерирующих сильное магнитное поле. Также может быть и другая причина, как утверждает теория о ранней истории планеты. Юная Венера столкнулась с одним или несколькими объектами размером с планету. Сила этих ударов замедлила ее вращение и развернула в обратную сторону, снижая шансы на появление магнитного поля. Эта теория может иметь удивительное отношение к собственной истории Земли. Ученые считают, что Солнце не всегда было таким жарким, какое оно сейчас. Фактически, несколько миллиардов лет назад оно было достаточно холодным, что Земля должна была быть замерзшей. Поскольку такого не было, это известно как парадокс слабого молодого Солнца. Спасение Земли могло вполне быть связано с участью Венеры. Сущность в том, что Земля занимала орбиту ближе к Солнцу, позволяя улавливать больше тепла. Притяжение двух меньших планет с нестабильными орбитами постепенно вытолкнуло их на нынешнюю орбиту. Пара в конце концов объединилась, образовав ту Венеру, которую мы знаем. Поскольку Венера сегодня мертва, это принесло удивительную пользу в поиске жизни. К моменту ее нынешнего прохождения между Землей и Солнцем астрономы достаточно подготовились в далеких местах, где обзор был оптимальным, как на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Данные, полученные здесь, будут добавлены к собранным солнечными телескопами на Земле и в космосе. Целью большинства было увидеть зрелище, которое больше не повторится до 2117 года. А также поймать солнечный свет, проходящий через атмосферу Венеры. Сегодня космический телескоп Кеплер ищет планеты вокруг далеких звезд, обнаруживая снижение их яркости при прохождении планет перед ними. Телескопы в будущем, возможно, смогут анализировать свет самих планет. Если будут обнаружены такие элементы, как углерод или кислород, тогда эти миры вполне могут оказаться землеподобными. Венера служит контрольной точкой и некой ценной перспективой. Итак, что мы можем извлечь для себя из эволюции планеты Венера? Ибо здесь был мир Венера, стоящая, быть может, на пороге славного будущего. Но ее постигла неудача. Теперь мы можем только догадываться, что же могло случиться с планетой сестрой Земли. Фильм озвучил Lord32x Стивен Хоукинг, самый знаменитый ученый в мире. он ищет ответ на самый важный вопрос на свете. Как возникло все, что существует во Вселенной? Если мы найдем ответ на эту загадку, то узнаем замысел Божий. Цель Хоукинга найти чертеж, по которому сделана Вселенная. Но он борется с болезнью, из-за которой оказался парализован. и она прогрессирует. Сможет ли он раскрыть тайну творения, прежде чем истечет его время? С точки зрения науки Вселенная Хоукинга Стивен Хоукинг один из величайших мыслителей в истории. Он пытается понять момент творения, когда родилась Вселенная. 20 лет назад он написал об этом книгу, которая стала бестселлером во всем мире. Он заявляет, что вскоре создаст единую теорию, настолько мощную, что она объяснит все тайны мироздания. Почему возникла Вселенная? и наступит ли когда-нибудь ее конец? Это теория всего. Мы близки к тому, чтобы ответить на вопрос старой как мир. Зачем мы здесь? Откуда мы? Его стремление найти разгадку позволило ему прожить гораздо дольше самых оптимистичных прогнозов врачей. Стивеном движет невероятно сильное стремление разрешить загадки Вселенной. Думаю, что это одно из важнейших качеств, которые позволили ему продержаться все эти годы. Но он уже прожил больше, чем ему прочили врачи. Я всегда понимала, что мой отец проживет очень короткую жизнь. Наверное, эта мысль была со мной каждый день. Хоукинг не успокоится, пока не раскроет тайну возникновения Вселенной. Моя цель проста — постичь Вселенную, понять, почему она существует именно в таком виде и почему она возникла в принципе. Стивен Хоукинг родился в 1942 году. Его всегда завораживал окружающий мир. Как любой здоровый ребенок, он спрашивает, откуда взялись звезды. В юности он уже хочет знать, как появилась вся Вселенная. В 60-е годы 20-го века ученым еще только предстоит ответить на этот вопрос. Многие считают, что у нашей Вселенной нет начала. Она существует вечно и не изменяется. Однако распространение получает новая теория. Вся наша Вселенная возникла из одной крошечной точки, подобно взрыву фейерверка. Ученые дают этому событию название «Большой взрыв». Но как из ничего может внезапно появиться весь мир за один миг творения? В возрасте всего 20 лет Стивен Хоукинг берется найти ответ. В 1962 году он только что начал работать на диссертации в Кембриджском университете. Он стремится проявить себя, как рассказывает его старый друг Кип Торн. В то время о Стивене уже шла молва, но это было только начало. Никто и не подозревал о том, что в итоге он наголову опередит всех нас. Однако примерно в это время Хоукинг замечает, что стал очень неловким. Когда он обращается в больницу, ему ставят пугающий диагноз. Врачи находят у него боковой амиотрофический склероз, сокращенно БАС. Эта болезнь разрушает мышцы. Вскоре он окажется полностью парализованным. Через два года он умрет. Хоукингу всего 21 год. Мечта раскрыть тайны Вселенной рушится у него на глазах. мне только что поставили диагноз БАС, и я не знал, проживу ли достаточно долго, чтобы закончить диссертацию. Как рассказывает его дочь Люси Хоукинг, это самый мрачный период в его жизни. Он стал очень подавленным и грустным. Он искал тему для диссертации, но на самом деле не видел смысла продолжать работу. Думаю, что все казалось ему унылым и безнадежным. Но потом Хоукинг встречает мать Люси, и они влюбляются, несмотря на его смертный приговор. Помолвка и брак с ней стали для него переломным моментом. Это событие вселило в него надежду и придало ему решимости бороться дальше. Хоукинг решает раскрыть тайну происхождения Вселенной до того, как болезнь победит. Есть ли у Вселенной начало и конец? И если да, то на что они похожи? Ученые по-прежнему скептически относятся к тому, что Вселенная могла возникнуть из ничего в соответствии с теорией Большого Взрыва. Хоукинг хочет это выяснить. В 1965 году он делает первый шаг к цели, когда посещает лекцию блестящего математика Роджера Пенроуза. На этой лекции Хоукинг слышит то, что привлекает его интерес. Стивен сидел среди слушателей в конце зала. Он задавал очень уместные и сложные вопросы. Пенроуз выдвигает удивительную гипотезу. В пространстве существует дыра, в которой исчезают огромные объекты. Если материя может превратиться в ничто, возможно, она может и возникнуть из него. Это может стать первым шагом Хоукинга к тому, чтобы доказать теорию Большого Взрыва. Но как может существовать дыра в пространстве? Разгадка, возможно, связана с гравитацией. Общая теория относительности Эйнштейна говорит о том, что гравитация это не просто сила притяжения. На самом деле это искривление пространства. Физик Педро Феррера из Оксфордского университета изучает воздействие гравитации на Вселенную. Эйнштейн понял, что гравитация это не просто сила притяжения двух тел. Это намного более изящное и прекрасное явление. Эйнштейн представляет пространство и время как ткань. Планеты и звезды давят на эту ткань, образуя углубление. В минуту озарения он понимает, что гравитация это не сила, а искривление этой ткани. Углубления притягивают к себе объекты. Представим, что этот лист резины пространство. стеклянные шары в моей руке планеты и звезды. Теперь поставим планету или звезду на пространство Вселенной. В нем образуются углубления. Чем больше объект в нем появляется, тем больше углубления. Представьте, что эта монета Земля. Я закручу ее вокруг Солнца. она будет двигаться по правильной орбите. Она просто следует за искривленной формой пространственной ткани. Вот что такое гравитация именно в этом открытии Эйнштейна. Итак, то, что мы воспринимаем как гравитацию, на самом деле искривление пространства времени вокруг нас. Теория относительности действительно заставляет нас коренным образом пересмотреть свое представление о пространстве и времени. когда эта ткань растягивается до предела, происходит невероятное. В пространстве появляется дыра. Дыра, в которой могут исчезать предметы. Процесс начинается со смерти звезды. Она начинает сжиматься и становится все меньше и плотнее. если умирает звезда в 20 раз больше Солнца, то она оказывает сильное воздействие на ткань пространства времени. Представьте, что вы настолько сильно давите на ткань пространства времени, что она практически рвется. Углубление настолько велико, что ничто, даже свет, не может выбраться из него наружу. Такое явление называется черной дырой. Если звезда достаточно большая, то она сожмется в крошечную точку с огромной плотностью. При этом образуется настолько большое углубление в пространстве, что любой предмет, который окажется рядом, будет затянут в эту точку. Вот что такое черная дыра. Роджер Пенроуз обнаруживает, что в центре черной дыры находится точка чистой гравитации. Она называется сингулярностью. В черной дыре происходит то, что противоречит законам физики. Грубо говоря, в сингулярности пространство и время исчезают. Сингулярность похожа на воронку, на отверстие в пространстве. Все, что падает в эту воронку, исчезает. Хоукинг хочет выяснить, возможен ли обратный процесс. По теории Большого Взрыва вся Вселенная возникла из ничего. Может ли эта дыра объяснить, как это произошло? В момент озарения он находит решение. Оно элегантно и просто. Вскоре я понял, что если повернуть в обратную сторону течение времени в теореме Пенроуза, сжатие превращается в расширение. Вместо того, чтобы затягивать все внутрь, черная дыра наоборот, извергает наружу фейерверк пространства, материи и времени. Именно так, как говорится в теории Большого Взрыва. Несмотря на поток скептицизма, Хоукинг доказывает, что Вселенная внезапно появилась из ничего. Она возникла из сингулярности. Споры закончены. У Вселенной было начало во времени. Пенроуз и я доказали это на основе теории относительности Эйнштейна. Хоукинг узнал, как возникло время, но он не в силах остановить его ход. Сейчас ему 26, и болезнь распространилась на мышцы его ног. Теперь он не может ходить. Зато его пытливый ум не перестает задавать вопросы. Теперь Хоукинг знает, что момент творения действительно был, но не знает, почему произошел этот взрыв. Это окажется для него самой трудной задачей. Сможет ли он найти решение до того, как его одолеет болезнь? Стивен Хоукинг узнал, как появилась Вселенная. Из крошечной дыры в пространстве, которую называют сингулярностью, она расширилась в результате Большого взрыва, породив все существующее во Вселенной. Но он не знает, что заставило сингулярность взорваться. Зачем мы здесь? Откуда мы появились? Чтобы понять происхождение Вселенной, Хоукинг использовал общую теорию относительности Эйнштейна. Теория относительности объясняет, каким образом гравитации воздействуют на большие объекты, такие как звезды и планеты. Но в момент рождения Вселенная была меньше атома, поэтому, чтобы понять, как она развивалась, необходима теория мельчайших величин. Квантовая механика. Проблема в том, что атомы непредсказуемы. Они не следуют обычным законам гравитации. Теория общей относительности и квантовая механика несовместимы. К сожалению, известно, что эти две теории противоречат друг другу. Они не могут обе быть верными. В центре космических полетов НАСА имени Годдорда Ким Уивер изучает конфликт этих двух теорий. Этот шар может служить примером противостояния между общей теорией относительности и квантовой механикой или квантовой физикой. Его поверхность гладкая, она представляет макромир. Общая теория относительности, гравитация, действует в очень большом масштабе, и мы можем сделать прогнозы на основе ее уравнений. Но квантовый мир очень хаотичен, и в нем не действуют законы макромира. Мы думали, что электроны вращаются по орбите вокруг ядра атома, как планеты вращаются вокруг Солнца. Но сейчас ученым известно, что электроны появляются и исчезают беспорядочно. Они даже могут находиться в нескольких местах одновременно. Как правило, гравитация не играет никакой роли в этом беспорядочном мире. Но в момент Большого Взрыва в крошечном пространстве было заключено огромное количество материи. Поэтому гравитация должна была оказывать воздействие. Объединить общую теорию относительности и квантовую механику в единое целое, такую задачу Стивен Хоукинг поставил перед собой. Он хочет объединить две теории в теорию всего, чтобы понять, что послужило причиной момента творения. Если мы раскроем эту загадку, человеческий разум одержит триумфальную победу. Теория всего — это недостижимая цель теоретической физики. Многие века ее пытались создать величайшие мыслители. Это не удалось никому. В 1971 году Хоукинг сталкивается с гигантским препятствием на пути к своей цели. Он борется с болезнью, которая разрушает мышцы тела. Болезнь поражает руки, и он больше не может писать. Большим ударом была не утрата способности ходить, а невозможность записывать уравнения и смотреть на них. Именно это самое важное для исследований физика, и он больше не мог этого делать. Ему придется производить все расчеты в уме. Это невероятно трудно. Но Хоукинг прожил дольше, чем предполагали самые смелые прогнозы врачей. Он привык преодолевать трудности. Его поиски теории всего вдохновляют его на дальнейшую борьбу. Хоукинг знает, что теория гравитации и квантовая механика сталкиваются в момент Большого взрыва. Но теперь он считает, что они также сталкиваются внутри черной дыры. В ней огромное количество материи сжимается в крошечную точку. Поэтому он возвращается к изучению черных дыр. Если он сможет объединить две теории в отношении черных дыр, это поможет ему понять Большой взрыв. Теория относительности утверждает, что ничто не может существовать на краю черной дыры. Но согласно квантовой механике, пространство никогда не бывает пустым. Его заполняют крошечные пара частиц. Пространство кажется нам пустым, когда мы на него смотрим. Но на микроуровне это вовсе не так. На самом деле оно заполнено виртуальными частицами, которые непрерывно появляются и уничтожают друг друга. Энергетические волны в пространстве создают крошечные частицы. Каждой частице соответствует античастица. Одна из них имеет положительный заряд, другая отрицательный. Такие пары появляются, чтобы затем столкнуться и уничтожить друг друга. Квантовая механика была устоявшейся теорией, но никто не знал, как она вписывается в большом масштабе Вселенной. Тогда Стивен взял две эти теории и сказал, я попробую подумать над этим. Как это работает? Если поместить виртуальную пару частиц рядом с черной дырой, что произойдет? Чтобы раскрыть тайны черной дыры, Хоукингу нужно узнать, что происходит с этими частицами. В возрасте 28 лет его тело разрушается, но ум остается таким же острым. Его озаряет вдохновение. Разгадка заключается в том, что частицы бывают положительно и отрицательно заряженными. Хоукинг понял, что самое удивительное происходит, когда пара таких частиц оказывается возле условного радиуса черной дыры. Отрицательный заряд падает в черную дыру, а положительно заряженная частица покидает ее пределы в виде излучения. Отрицательную частицу затягивает в черную дыру, но положительно заряженной частицы хватает энергии, чтобы этого избежать. Она высвобождается в виде частицы излучения. Хоукинг доказал, что черные дыры выделяют тепло, источником которого являются положительно заряженные частицы. Это называется излучением Хоукинга. Новость о том, что что-то может вырваться из притяжения черной дыры, потрясает мир. Когда я впервые опубликовал результаты своих расчетов, их встретили с недоверием. Черные дыры по определению не должны ничего излучать. Хоукинг доказывает, что хотя гравитация притягивает отрицательную частицу, положительная частица может вырваться за счет квантовой механики. Две теории могут работать вместе. Он ближе, чем кто-либо другой подошел к созданию теории всего. Но все это только теория. Никто еще не видел практических доказательств существования черной дыры. Однако в 1971 году канадские ученые обнаруживают космический объект, который излучает мощные рентгеновские волны. Он похож на ядро разрушившейся звезды. Космологи всего мира задают вопрос, является ли она черной дырой. Объект известен под именем Лебедь Х1. В особенности он интересует Стивена Хоукинга. Он заключает необычные пари с коллегой физиком Кипом Торном. Вот мое пари со Стивеном. Поскольку Стивен Хоукинг сделал столь значительные инвестиции в черные дыры и желает получить страховое обеспечение, и поскольку Кипу Торну нравится рисковать, Стивен Хоукинг ставит годовую подписку на пентхаус, что Лебедь Х1 не содержит черной дыры. Подписано в 1974 дыр. Я много работал над изучением черных дыр, и эта работа была бы бесполезной, если бы выяснилось, что их не существует. Но тогда меня хотя бы утешало то, что я выиграл пари. Ученые считают, что когда-то Лебедь Х1 обладала массой в 40 раз больше, чем наше Солнце. Данные показывают, что сейчас она уменьшилась до 5 масс Солнца, но ее гравитационное притяжение остается огромным. Это может быть только черная дыра. Мы были в восторге от того, что явление, которое мы изучаем, действительно существует. Экипторн выигрывает пари. Я выиграл годовую подписку на журнал Пентхаус. Нужно помнить, что дело было в 70-х, сегодня это, возможно, было бы неполиткорректно. Теория Стивена Хоукинга опирается на существование черных дыр. Лебедь Х-1 — доказательство их существования. Стивен Хоукинг работает над объединением двух противоположных сторон современной науки — общей теории относительности и квантовой механики. Если ему это удастся, он создаст теорию всего. Одно уравнение, которое отразит план, лежащий в основе Вселенной. Возможно, даже объяснит ее возникновение. Чтобы вывести его, Хоукингу нужно восстановить картину взрыва, который прогремел 14 миллиардов лет назад. Большого взрыва. Но как? Его отправная точка — удивительное предсказание. Черные дыры взрываются, что делает их очень похожими на большой взрыв. Поэтому Хоукинг задает вопрос, может ли что-либо появиться из черной дыры, когда она взрывается? Если это сходно с большим взрывом, то будет ли она извергать высокоэнергетический поток частиц, как это произошло в ранней Вселенной? Если мы поймем, каким образом черные дыры создают частицы, то мы поймем и то, как большой взрыв породил все существующее во Вселенной. Возможно, это будет миниатюрная версия момента творения. Но все это теория. Никто не знает, могут ли черные дыры на самом деле взрываться. Теперь у нас есть шанс впервые увидеть, как это происходит. 11 июня 2008 года НАСА запускает суперсовременный телескоп под названием Ферми. Назначение телескопа искать в безбрежных просторах космоса последний вздох крошечной черной дыры. Стив Ритц научный руководитель этого проекта. Мы ищем микроскопический объект размером не больше отдельного протона, части ядра, но который светит как один из самых ярких объектов во всем небе. Однако Ферми будет не просто найти такие черные дыры. Потоки гамма-лучей от взрывов звезд могут скрыть взрыв черной дыры. Вот как выглядело бы небо, если бы мы могли видеть гамма-лучи. Мы надеемся различить отдельную черную дыру в конце ее жизненного цикла, когда происходит взрыв. Это может случиться в любой части этого снимка. Это необычайно интересно, потому что в результате могут быть обнаружены древние черные дыры, которые выделяют излучение Хоукинга. Командирица продолжает искать взрыв черной дыры, вызванной излучением Хоукинга. Это редкий случай, но успех принесет столь богатые плоды, что поиск продолжается. Пока Ферми ищет пути к разгадке появления Вселенной, Хоукинг раскрыл тайну, которая может помешать ему в создании теории всего. В момент следующий за большим взрывом с гравитацией происходит что-то странное. Почему-то она изменяется и ослабевает. Это очень важно для нашего сегодняшнего существования. На самом деле гравитация наименее изученная сила природы. Она намного слабее остальных сил. Например, электромагнетизма. Электромагнетизм это сила, которая заставляет бушевать в небе мощные грозы. Она связывает атомы, из которых состоит окружающий нас мир. Ученые считают, что в момент большого взрыва электромагнетизм и гравитация были одной силой. По мере расширения Вселенной гравитация значительно ослабевает. Шон Кэрролл космолог изучающий гравитацию в момент большого взрыва. Гравитация это явление, которое мы наблюдаем каждый день. Мы роняем вещи, мы преодолеваем ее, когда поднимаемся по лестнице. Гравитация кажется нам мощной и важной силой в нашей жизни. Загадка в том, что на самом деле гравитация не так сильна, как нам кажется. Если взять какой-то небольшой предмет, например, связку ключей, сбросить его, то он может разбить что-нибудь внизу. Тем не менее, этот маленький магнит может оказаться сильнее гравитации, просто потому, что электрические магнитные силы по своей природе более мощные. Один крошечный магнит способен преодолеть силу притяжения всей Земли. Никто не знает, почему после большого взрыва гравитация стала слабее. Хоукинговская теория всего должна открыть внутренние устройства Вселенной, но не способна объяснить этот факт. В чертежах Вселенной что-то не так. Он начинает работать над этой загадкой. Теперь ему помогают лучшие ученые в этой области. Но лишь немногие из этого близкого окружения понимают его речь. Ему приходится кропотливо диктовать свои научные труды. Это медленный процесс, но он движется вперед. Его близкие опасаются, что он слишком много работает. Когда что-то случалось, когда он начинал задыхаться и кашлять или заболевал простудой, то нас не отпускало ужасное чувство, что все кончено, потому что мы не знали, что может произойти дальше. В 1985 году во время поездки в Женеву, Швейцария, происходит трагедия. В возрасте 44-х лет Хокинг заболевает пневмонией. срочная трахеотомия спасает ему жизнь, но при этом голосовые связки оказываются повреждены. Лишенный дара речи, полностью отрезанный от мира, Хокинг проваливается в собственную черную ду... В Ланкастере, Калифорния, за 9600 километров от Женевы, разработчику голосовых программ Уолту Уолташу звонит его друг по срочной просьбе нового клиента. Он упомянул, что это профессор физики из Кембриджа. Я сказал, похоже, это Стивен Хокинг. Он ответил, я не могу про это говорить. Я сказал, если я смогу чем-либо помочь, то сделаю все, что в моих силах. У Хокинга немного действуют пальцы руки, поэтому он может использовать переключатель. Уолташ создает оригинальную систему, которая помогает предугадать слова, которые сейчас я выберу слово «черный». У Стивена за словом «черный» практически всегда следует слово «дыра». Чтобы произнести эту фразу, я просто выбираю команду «сказать». Излучение черной дыры. Уолташ отправляет устройство Хокингу. Так рождается голос, который мы слышим сегодня. Мне нравится мой сегодняшний голос, хотя у него и американский акцент. Хокинг возвращается в Кембридж и продолжает работать, нажимая кнопку за кнопкой. С расчетами ему помогает группа аспирантов. Ему выпал еще один шанс создать теорию всего. И он как никогда полон решимости сделать это. Стивен Хокинг 30 лет пытается создать теорию всего. Могущественный свод законов, которым подчиняется вся Вселенная от мельчайших частиц до крупнейших галактик. Более века она остается недостижимой задачей теоретической физики. Хокинг тщательно закладывает фундамент для этой теории. Но у самого финиша он может проиграть из-за совершенно новой теории теории струн. Один из ее создателей физик Майкл Грин. Она связана с глубинным пересмотром нашего представления о Вселенной как в микромире, так и в макромире и окажет влияние на множество вещей. Теория струн даже может быть кандидатом на звание теории всего. она объединяет абсолютно все объекты во Вселенной от атомов до звезд от планет до человека, потому что все они состоят из одного компонента струн. Струны это простейшие элементы всего, что нас окружает. Вся Вселенная является гигантской сетью этих вибрирующих струн. Мы все состоим из струн, движемся в струнном пространстве времени. Струны повсюду. Чтобы правильно описать нашу Вселенную в теории струн, нужно сделать невероятное допущение. Мир, который мы видим вокруг, состоит из трех пространственных измерений — ширины, высоты и длины. Но Грин и его коллеги считают, что на самом деле нас окружает не меньше десяти измерений. Это может показаться научной фантастикой, но Грин полагает, что дополнительные измерения скрыты от нас. Конечно, мы не видим эти дополнительные измерения в повседневной жизни. Они очень малы и не видны невооруженным глазом. Грин работал над своей теорией в сотрудничестве с физиком Калифорнийского технологического института Джоном Шварцем. Мы воспринимаем мир, в котором живем, как трехмерный, хотя на самом деле в нем может быть больше измерений. Но как могут существовать измерения, которые мы не заметили? Вот линия, которая является объектом с одним измерением. Если мы повернем ее и заглянем внутрь, то увидим, что на самом деле это свернутый лист бумаги, то есть трехмерный мир. Мы видим, что у него есть внутренняя сторона. Если запустить туда муравья, он сможет двигаться в трех направлениях. Таким образом, муравей воспринимает его как трехмерный мир. Дополнительные измерения становятся заметны, если, подобно этому муравью, вы достаточно малы, чтобы увидеть их. Шварц полагает, что дополнительные измерения изгибаются внутрь себя. они свернуты в крошечные узлы, которые настолько малы, что мы не можем их увидеть. Тот факт, что мы их не видим, не означает, что они не оказывают глубокого воздействия на Вселенную, в которой мы живем. Шварц и Грин считают, что дополнительные измерения объясняют слабость гравитации. Они считают, что в момент Большого взрыва гравитация была сильной, но затем Вселенная начала расширяться. гравитация распределяется по дополнительным измерениям и ослабевает. Такое объяснение устраняет последнее препятствие на пути к теории всего. Давайте сравним гравитацию с музыкой. Когда я близко, она звучит громко, а когда я отхожу дальше, она затихает. Музыка распространяется в разных направлениях и ее громкость уменьшается. Здесь музыки почти не слышно, потому что она распределена на такой большой площади. Представьте, что под музыкой мы подразумеваем гравитацию. Представьте также, что пространство имеет дополнительные измерения, в которых гравитация может еще сильнее рассредоточиться. Большее количество пространственных измерений означает большее количество направлений, в которых может распространяться гравитация. Из-за этого она еще больше ослабевает. Теория струн объясняет, как существует сегодняшняя Вселенная. После Большого взрыва в процессе расширения Вселенной гравитация распространяется по этим крошечным дополнительным измерениям и ослабевает. Именно ослабление гравитации не дает Вселенной обрушиться внутрь себя. Это недостающая деталь в теории всего, которую разрабатывает Стивен Хоукинг. Он допускает, что теория струн Грина лучший кандидат на объяснение того, как появилась Вселенная. Отношение Стивена Хоукинга к теории струн очень любопытное. Думаю, что он относится к ней с большим уважением, но не обязательно верит в нее. Его идеи повлияли на многие аспекты теории струн, а теория струн, я надеюсь, в свою очередь повлияла на его идеи. Мы считаем, что существует единая фундаментальная теория, которая описывает измерения, свернутые как полотно, что мы их не замечаем. Тем не менее, эти скрытые измерения влияют на физические величины, такие как гравитация. Загвоздка в том, что все это так и не было доказано. Теория струн и дополнительные измерения существуют только на бумаге. Как и в случае со многими открытиями самого Хоукинга, для нее нет доказательств. Но, возможно, вскоре это изменится, и мы раскроем тайну самых первых секунд Вселенной. Это лаборатория ЦЕРНА в Женеве, Швейцария, где расположен большой адронный коллайдер. Это самый большой экспериментальный прибор в истории. Глубоко под землей ученые пытаются воссоздать условия, которые существовали сразу же после Большого взрыва, чтобы понять, как возник окружающий нас мир. Ученые попытаются узнать, что происходит в высокоэнергетической среде, которая образовалась сразу же вслед за моментом творения. Этой минуты ждет Стивен Хоукинг. Ученые будут разгонять субатомные частицы в противоположных направлениях. Частицы пройдут путь более чем в 27 километров, разогнавшись до около световой скорости. Затем они столкнутся с силой в триллионы раз мощнее динамита. Столкновение с такой высокой энергией породит частицы, сходные с теми, которые существовали сразу же после Большого взрыва. Среди них должны быть базовые элементы Вселенной и, возможно, рецепт их создания. С помощью Большого адронного коллайдера мы перенесемся так близко к моменту творения, как только возможно для человека. Невероятным двойным ударом он сможет доказать, что и теория струн, и Стивен Хоукинг правы. Теория струн говорит о том, что нас окружают крошечные дополнительные измерения. Эти дополнительные измерения поглощают гравитацию. Если это действительно так, то частицы, которые сталкиваются в небольшом пространстве, окажутся под воздействием суперсильной гравитации. Она может вызвать сжатие материи в миниатюрную черную дыру. Именно так, как предсказывал Хоукинг. Значит, вместо искусственного большого взрыва коллайдер может стать фабрикой черных дыр. Черная дыра может вырасти, потому что постепенно будет затягивать внутрь себя материю. Она может захватывать молекулы атмосферы. Ее масса будет расти. Я не представляю, что произойдет в этом случае, но эксперимент нужно тщательно контролировать. по теоретическим расчетам исследователей они смогут создавать по одной миниатюрной черной дыре в секунду. Некоторые опасаются, что всего одна черная дыра может поглотить Землю. Это пугающая перспектива. Тем не менее, ученые Церна доверяют учению Стивена Хоукинга. Хоукинг прогнозирует, что мелкие черные дыры будут испаряться. Они должны сгорать почти мгновенно, вспыхнув, как огни на новогодней елке. Они станут генерировать маленькие черные дыры, которые будут излучать, разлагаться и исчезать, как много лет назад предсказывал Стивен Хоукинг. Это окажется необычно и интересно. Если черные дыры действительно будут возникать, то мы раскроем тайну, почему гравитация ослабевает после большого взрыва. Причина в крошечных дополнительных измерениях пространства. Если они найдут доказательства дополнительным измерениям, я очень удивлюсь. Это будет потрясающе, ведь мы наконец узнаем, что у пространства есть более трех измерений. Это фундаментальное открытие. Из-за неисправности в сложном оборудовании запуск откладывается до конца 2009 года. Даже после запуска могут уйти годы на то, чтобы отыскать среди данных доказательства дополнительных измерений крошечных черных дыр. Хоукинг, который почти полвека пытался создать теорию всего, твердо намерен дожить до кульминации трудов всей своей жизни. И он снова ведет битву против времени. Есть основания для сдержанного оптимизма, что мы близки к завершению поисков абсолютных законов природы, хотя потребуется еще много работы. Но Стивен Хоукинг не может позволить себе просто ждать результатов. Он не стоит на месте и работает над уточнением самой теории большого взрыва. Если большой взрыв произошел один раз, мог ли он случиться снова? А потом еще и еще. В таком случае помимо нашей вселенной могут существовать и другие. Добро пожаловать в мультивселенную. Хоукинг внес дополнение к работе на эту тему автор которой Бернард Карр. Думаю, Стивен не успокоится, пока не поймет не только эту вселенную, но и любую другую существующую вселенную. По мнению Хоукинга, нам нужно представить, что вся наша вселенная заключена внутри пузыря. Этот пузырь окружают другие пузыри, в каждом из которых еще одна вселенная. Возможно, существует мультивселенная из таких пузырей, где наша вселенная одна из многих, а мы крошечное пятно на одном из этих пузырей. пузырей. Некоторые пузыри большие, другие маленькие. Множество маленьких пузырей появляется и снова исчезает. Некоторые из маленьких пузырей вырастут до определенных размеров, когда им уже не угрожает разрушение. Значит, мы всего лишь один из сохранившихся пузырей. пузырей. Если существует множество пузырей, то какой бы низкой ни была вероятность возникновения жизни, на одном из миллионов пузырей обязательно есть жизнь и ее сложные формы. Это удивительная мысль. Если мы действительно живем в мультивселенной, где могут встречаться другие формы жизни, можем ли мы когда-нибудь рассчитывать на встречу со своими соседями? Очень трудно представить себе, каким образом можно перенестись из одной вселенной в другую. Были разговоры о путешествиях во времени, о червоточинах, которые могут соединять различные вселенные. Я допускаю, что это возможно, но не стоит быть слишком оптимистичным. Сможем ли мы когда-нибудь проверить, что другие вселенные существуют? И если да, то какими они окажутся? Возможно, мы не скоро ответим на эти вопросы, может быть, никогда на них не ответим. Но важен сам поиск истины, и Стивен один из тех, кто идет в авангарде этого поиска. Стивен Хоукинг настоящий боец. Он бросил вызов величайшим тайнам Вселенной и раскрыл их. Он узнал, откуда появилась на свет Вселенная. Он свел воедино две противоположные ветви современной науки, чтобы доказать, что из черной дыры можно вырваться. То же самое можно сказать и о его борьбе с болезнью. Самое важное, чему я научилась от папы, если упадешь в черную дыру, не сдавайся, ты сможешь выбраться. Именно так он относится и к собственной жизни. Хоукинг прожил на 40 лет дольше срока, который ему отвели врачи. Он стал одним из самых долгоживущих больных боковым амиотрофическим склерозом в мире. Но вопросы остаются, и ему все еще не удалось вывести единое уравнение, которое будет достаточно емким, чтобы описать все существующее. Благодаря мужеству и упорству Стивен смог продержаться намного дольше, чем кто-либо предполагал. Я надеюсь, что и через 20 лет он по-прежнему будет жить и работать. Стивен Хоукинг как никогда полон решимости создать окончательную теорию всего для нашей Вселенной. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Тобелевич. Субтитры Тобелевич. Субтитры Тобелевич. Машина дистанционного зондирования будет с близкого расстояния изучать земную кору. Этот загадочный слой каменных пород единственное, что защищает нас от находящейся под ним раскаленной мантии. Это удивительный и таинственный мир, который мы начинаем открывать для себя только сейчас. Он устроен как древнеегипетская библиотека, в которую нам удалось найти дверь. Мы увидим сокровище земной коры, и узнаем, как они там появились. Трещина появится очень быстро. По сравнению с этим извержение вулкана на горе Святой Елены покажется просто детской шуткой. Узнаем, как внутренний покров нашей планеты охраняет и обогащает жизнь на Земле. Мы видим то, из чего, как мы думаем, зародилась жизнь на планете. И откроем неизвестные факты о внутреннем устройстве нашей планеты. С точки зрения науки в недрах Земли. Золотой прииск Таутона. Приблизительно 40 километров к юго-западу от столицы ЮАР Йоханнесбурга. После часа прохождения сквозь плотные каменные породы рабочие добираются до подземного месторождения золота. Глубина шахты 3600 метров. Это самая глубокая точка в земной коре, которой достигал человек. Этот твердый слой камня пролегает под поверхностью континентов на глубине до 30 километров. Однако, пройдя всего 10% от этого расстояния, шахтеры начинают испытывать на себе суровые условия этого скрытого мира. в недрах земли жарко. На том уровне, где работают шахтеры, температура достигает 58 градусов. Еще два километра в глубину, и температура камня поднимется примерно до 90 градусов. Это близко к точке кипения. Вы получите ожог просто от прикосновения к камню. Находиться там будет невыносимо. Давление на глубине 3600 метров достигает 400 килограммов на квадратный сантиметр. Работа в таких условиях может иметь роковые последствия. Каждый день из земной коры добывается 5000 метрических тонн руды. В каждой тонне содержится всего около 12 граммов золота. Извлечение из коры такого объема каменных пород создает в коре дисбаланс, который становится причиной сейсмической активности с землетрясений. Каждый день их происходит около 100, силой до 4 баллов. Шахтеры не единственные, кто находит скрытые под землей сокровища. В глубинах шахты биохимик Эставан Хейерден и ее коллеги обнаружили жизнь. Они называют эти крошечные бактерии экстремофилами. Размер некоторых из них всего одна четырехтысячная доля миллиметра. Около четырех миллионов таких бактерий уместилось бы на булавочной головке. Их мир это мир бессолнечного света и кислорода. Они живут в воде, скапливающейся между камнями. Она в четыре раза солонее морской воды, а температура ее достигает 60 градусов. Это самое глубокое место на суше, где учеными была обнаружена жизнь. Способ жизнедеятельности экстремофилов уникален. Радиация, исходящая от камней, разрушает находящиеся в коре минералы и образует питательные вещества. Мы изучаем, какая им доступна пища. Это дает нам больше информации об этих бактериях, и мы узнаем больше об этой форме жизни. Эти бактерии открывают для Ван Хейрден окно в эпоху, когда наша планета была еще молодой миллиарды лет назад. Эти бактерии могли стать родоначальниками всей жизни на Земле. Это похоже на то, как, по нашему мнению, первоначально выглядела Земля. Опускаясь вглубь, мы можем увидеть то, из чего, как мы думаем, произошла жизнь на нашей планете. Прииск Таутона оставался самой глубокой исследованной человеком области земной коры, слоем каменных пород, который покрывает и защищает нашу планету до сих пор. Представьте, что мы можем отправиться в путешествие по тоннелю, прорытому в земной коре, который охватывает всю планету. Исследовательская машина будет посылать нам сигналы изображения из своего уникального подземного путешествия. Она совершит кругосветное путешествие, пройдя более 55 тысяч километров и посетив самые различные уголки планеты от Южной Африки до Атлантического океана. Она исследует многообразие земной коры, пройдя по тоннелю прямо у нас под ногами. Сначала машина берет курс на северо-восток. Она оставляет позади африканский континент и начинает движение под водами Индийского океана. Здесь порода камня меняется, так как земная кора бывает двух типов. Дно океанов образовано плотной вулканической породой, известной как базальт. Кора континентальных массивов в основном состоит из гранита. Представим, что яблоко это плотная океаническая кора, а этот мячик легкая континентальная кора. Смотрите, что получится, когда я опущу их в мантию, то есть в воду. Яблоко опускается глубже, чем мячик. Вот почему океаническое дно пролегает глубже, чем континентальные массивы. Теперь мы движемся сквозь континентальную кору на глубине 40 километров. Температура здесь может достигать почти 900 градусов по Цельсию. Хлеб можно испечь при температуре 180 градусов. При 900 начинают плавиться камни. Чем глубже уходит машина, тем жарче становится. Причиной тому процессы, происходящие в недрах нашей планеты. Геолог Иэн Стюарт объясняет строение Земли на примере вареного яйца. Скорлупа это земная кора, сравнительно тонким слоем, покрывающая всю планету. Она довольно хрупкая. Это означает, что если сломать ее, она разобьется на крупные осколки. Эти осколки земной коры называются тектоническими плитами. Эти гигантские каменные плиты находятся в постоянном движении, изменяя на Земле положение материков и океанов. Под корой находится мантия. В случае яйца это мягкий белок. Мантия это слой камня толщиной примерно 3000 километров, пролегающий в недрах планеты. Это твердый слой, однако он может деформироваться как пластик. в центре планеты находится ядро. В случае яйца это желток. Внешняя часть ядра жидкая, но его внутренняя часть находится под таким сильным давлением, что приобретает свойства твердого тела. Жар, исходящий от ядра, создает в мантии конвекцию, которая приводит к выходу магмы на поверхность. Это как гелевый светильник, в котором тепло от лампочки вызывает в геле круговорот. Именно такие конвекционные потоки выталкивают на поверхность лаву. Конвекция также приводит в движение тектонические плиты по всей планете. Когда два континента сталкиваются, кора сжимается, уплотняется и поднимается, образуя горный хребет. Сейчас наша машина приближается к самому высокому горному хребту на планете. Она проходит под горой Эверест в Гималаях. Это самая высокая гора в мире. Ее высота почти 9000 метров. Здесь, в Тибетском Нагорье, земная кора достигает наибольшей толщины, 70 километров в глубину. Нагорье образовалось в результате столкновения континентальных массивов Индии и Азии. Однако то, что мы видим на поверхности, лишь часть того, что происходит под землей. Гора похожа на плавающий в воде гигантский кубик льда. Благодаря высокой плотности лед глубоко погружается в воду, и большая часть кубика оказывается скрытой под поверхностью. Под тяжестью собственного веса гора вдавливается в мантию, уплотняя кору. Так появляется подошва горы. однако существует естественный предел высоты, который могут достигать горы и, соответственно, толщины, которой может достигать кора. Ученые подсчитали, что максимальная высота горы на земле может составить 15 тысяч метров, что эквивалентно высоте двух эверестов. Представьте, что этот игрушечный воск – это земная кора, а этот камень – гора высотой 15 тысяч метров. Вес камня и его давление на подошву горы так велики, что подошва начинает плавиться, и гора снова опускается в мантию. Теперь наша машина берет курс на север и движется на глубине примерно один километр. Она продвигается сквозь оплавленные кристаллические породы, перемешанные с осколками оплавленного зеленого стекла. В этой области земная кора получила серьезные повреждения. Машина выходит на поверхность и оказывается сдавленной в земле. Это кратер Попегай в Сибири, появившийся 35 миллионов лет назад в результате падения метеорита. кора. Одна из самых больших загадок для ученых состоит в том, как в земле появились два типа коры. На ранних этапах развития планеты существовала только океаническая кора, но сегодня есть еще и континентальный тип. Планетарный геолог Ричард Грифф полагает, что ключ к разгадке может быть найден в метеоритных кратерах. Он заметил, что на Земле всего 175 известных кратеров, в то время как поверхность Луны буквально усеяна ими. Причина этого была продемонстрирована в 1971 году во время миссии Аполлона-14. Когда астронавт Алан Шепард запустил на Луне мяч для гольфа, он пролетел огромное расстояние. Много километров! Когда Грифф запускает мяч на Земле, в отличие от Луны, пролетает всего лишь несколько метров. Дело в том, что гравитация Земли в 6 раз сильнее лунной. Когда метеорит падает на Луну, меньшая сила гравитации будет означать, что, как и мяч для гольфа, может пролететь путь во много километров, оставляя после себя отчетливо видимые кратеры. На Земле происходит обратное. Под действием силы притяжения метеорит сразу остается в месте первоначального падения. Если представить мяч для гольфа как каменную глыбу, которую должно вытолкнуть из кратера, можно понять, что создать кратер на Земле гораздо труднее. Дело в том, что из-за более высокой гравитации этот мяч, то есть этот метеорит, будет труднее вытолкнуть из растущего кратера. Как результат, кратеров на Земле гораздо меньше. Когда метеорит врезается в Луну или в Землю, энергия удара приводит к двум событиям. разбивается на части и иногда расплавляет камень на поверхности планеты. Это подводит грифа к выдвижению новой теории. Могли ли падения метеоритов изменить химический состав земной коры? Гриф изучает это так называемое ударное плавление. Он подсчитывает, что когда при крупных столкновениях образуется кратер диаметром до 500 километров наступает переломный момент. Бассейн кратера заполняется огромным объемом расплавленных каменных пород. На Луне из-за более низкой гравитации этот переломный момент не наступает никогда. Гриф демонстрирует то, что, как он полагает, произошло на Земле. Мы собираемся смешать немного масла и немного горячей воды. вода растопит масло и образуется смесь, которая будет представлять жидкость, образующуюся в результате плавления при ударе. Затем мы дадим ей остыть и посмотрим, что произойдет. Когда смесь охлаждается, масло и вода начинают разделяться и образуют слои. Если на Земле все происходило по тому же принципу, то более легкие минералы должны были всплыть на поверхность, а более тяжелые осесть на дно. Он полагает, что когда эти бассейны затвердевали, из отслоившихся минералов образовывался гранит. Таким образом, на Земле появилось два типа коры. подземная машина продолжает свое кругосветное путешествие в глубинах земной коры. Теперь она направляется на юг от метеоритного кратера Попегай в Сибири и вскоре достигает Индонезийского архипелага в Юго-Восточной Азии. Она уходит глубже и, прорубившись сквозь кору, падает в кипящую лаву, состоящую из расплавленных каменных пород и минералов. Это происходит под вулканом Крокотау между островами Ява и Суматра, где в 1883 году случилось одно из самых крупных извержений в современной истории. В течение многих лет ученые полагали, что подпитка вулканов происходит при помощи гигантских труп, ведущих в подземные магматические камеры. Однако один человек полагает, что эти представления ошибочны. Брюс Марш, геолог, у которого есть одна страсть магма. Более 25 лет он изучал вулканы Земли. Подобно следователю, он складывает воедино улики, свидетельствующие о том, что магма выходит сквозь кору на поверхность. Эти исследования заработали ему прозвище «Сыщик магма». Мне нужно было найти место, где я смог бы заглянуть вглубь земной коры и, пользуясь сравнением, попасть в котельную нашей планеты, посмотреть на систему водопровода, систему отопления и понять, как все это работает. Теперь машина направляется на юг, в Антарктиду. Именно здесь в 1993 году Марш нашел свою котельную, прекрасно сохранившуюся в сухих долинах восточной Антарктиды. В этой холодной пустыне Марш может изучать широкие черные горизонтальные полосы, вышедшие на поверхность пласты застывшей магмы. Все это похоже на древнеегипетскую библиотеку, в которую нам удалось найти дверь. Мы открыли эту дверь, вошли, и у нас широко распахнулись глаза от удивления, потому что эта система была такой огромной, а мы не привыкли к работе с такими огромными системами. Мы не могли понять, как все это работало вместе. Рельеф этой местности дает ему уникальную возможность увидеть, что происходит на глубине многих километров и понять, как магма выходит сквозь кору на поверхность. Эти камни представляют собой обогащенную минералами магму, застывшую в горизонтальных полостях в скалах. Марш изучает распространение минерала в структуре камня и понимает, что теперь может проследить путь магмы сквозь кору. Гораздо легче было бы думать, что существует некая труба, уходящая в большую сферическую камеру с магмой. Однако все совсем не так. Марш строит свою систему, чтобы показать, как, по его мнению, магма проходит сквоземную кору. Он называет ее магматической колонной. Вода представляет собой магму. Горизонтальные стеклянные сосуды — это полости в земной коре, а частицы — это минералы. Марш следит за их путешествием сквозь земную кору на поверхность. Я взял металлические пластины, несколько труб и соединил все вместе особым образом. Затем я ввел в систему частицы и прогнал через нее жидкость. И это стало для меня настоящим потрясением. Я увидел все собственными глазами. Магматическая колонна зарекомендовала себя как бесценный тестовый прибор. Эксперименты, подобные этому позволяют вам сказать, ну вот теперь я знаю, как это происходило, я видел это собственными глазами, я видел это в своей магматической колонне. Марш понимает, что магма проходит сквозь кору, как шарик в детской игре лабиринт. Не существует некой единственной трубы для выхода магмы. На самом деле, магма выходит на поверхность через серию взаимосвязанных горизонтальных каналов. Идеи марша произвели переворот в научных взглядах на земную кору. Наша машина покидает сухие долины Антарктиды. Теперь она направляется на север. Мы находимся под дном Тихого океана и направляемся к одному из самых известных и опасных геологических образований Земли. Машина наталкивается на серию складок и разломов в земной коре. Ее начинает трясти. На глубине 6,5 километров Земля начинает вздыматься. Это землетрясение. Мы прибыли к известному разлому Сан-Андреас, который растянулся по территории Калифорнии на расстояние почти в 1300 километров. Подобно застежки молнии этот гигантский разлом пристегнул одну тектоническую плиту к другой, североамериканскую плиту к соседней Тихоокеанской. Однако эти две плиты движутся в разных направлениях. Их движение порождает одни из самых мощных и смертоносных землетрясений на Земле. Но ученым еще только предстоит полностью понять этот процесс. Марк Зобок из Стэнфордского университета изучает землетрясения. Это один из ведущих специалистов в мире по разлому Сан-Андреас. Мы пытаемся моделировать землетрясения, пытаемся предсказывать, как и почему они происходят. И тем не менее уже почти четыре десятилетия спорим о процессе зарождения землетрясений. Земная кора это гигантская головоломка, состоящая из взаимосвязанных фрагментов, называемых тектоническими плитами. В местах соединения плит в коре возникает сильное напряжение. Учитывая эти силы, Зобок хочет понять, почему для появления землетрясений в Сан-Андреас требуется меньше напряжения. чем в других разломах. Ответом на этот вопрос может послужить новая находка в разломе Сан-Андреас. Сан-Андреас это так называемый трансформный разлом, в котором плиты скользят или трутся друг от друга. Однако геологов озадачивает то, что разлом Сан-Андреас на всем протяжении ведет себя по-разному. Северная и южная части цепляют друг за друга при движении создают напряжение, прежде чем резко ослабить его и вызвать мощное землетрясение. Подобно тому, которое разрушило большую часть Сан-Франциско в 1906 году. Толчки начали ощущаться почти за минуту до того, как землетрясение поразило почти 500 километров северной части разлома. В центральной части разлома все происходит иначе. Движение здесь более спокойное, землетрясение намного слабее. Сейсмологи называют такое движение скольжением. Июнь 2004 года, Центральная Калифорния. Ученые борят в земле трехкилометровую скважину неподалеку от разлома Сан-Андреас. Впервые они могут изучить образцы пород из недр действующего разлома. Минералов из геологической службы США Диана Мур с интересом следит за процессом бурения. С конца 90-х годов она искала главную великую причину движения в разломе. Мы хотели найти слабый минерал, достаточно слабый для того, чтобы стать причиной геологических процессов, происходящих в Сан-Андреас. Мы занимались этим уже очень давно, но не могли добиться успеха. Среди многих других минералов она подвергает проверке серпентинит. Мур подозревает, что причиной может быть именно этот камень, найденный на поверхности разлома. Однако нет свидетельств в пользу того, что он существует и в глубине разлома. Затем в сентябре 2007 года происходит прорыв. Ученые извлекают из разлома Сан-Андреас каменный керн длиной более 40 метров. Сюда же приезжает Марк Зобок. Посмотрите, какой замечательный камень. Это поперечное сечение дает ученым уникальную возможность взглянуть на то, что происходит в глубинах зоны разлома. Здесь мы видим измельченные каменные породы, то, что у геологов называется сбросовой грязью. И в этой сбросовой грязи мы находим осколки серпентинита. Меня это просто поразило. Я немедленно отправила электронное письмо коллеге, работавшему на месте бурения, написала, что у меня такое чувство, будто я умерла и попала в рай. Подозрения Мур наконец подтвердились. Серпентинит действительно присутствует в недрах разлома. Когда Мур анализирует образцы, она обнаруживает еще один сюрприз. Я рассматривала их через электронный микроскоп и вдруг нашла что-то, что, как мне показалось, было слюдой. В этот момент меня словно током ударило. Я подумала, боже, теперь все сходится. Слюда, бесцветный материал, состоящий из магния, кремния и кислорода. Он образуется, когда серпентинит вступает в контакт с горячими грунтовыми водами. Мур знает, что слюда обладает слоистой структурой, которая обусловливает непрочность этого материала. Может ли слюда быть той главной уликой, которая объяснит, почему движения в разломе приводят к небольшим землетрясениям? Мур подвергает слюду воздействию высокого давления температуры до 300 градусов, чтобы создать имитацию условий в зоне разлома. При высокой температуре слюда становится слабее и более способной к скольжению. Это может объяснить ненадежность коры в зоне разлома Сан-Андреас, а также происходящее в нем движение. Исследования Зобака в разломе Сан-Андреас должны помочь ученым в изучении землетрясений по всему земному шару. Такие ученые, как Зобак, используют данные системы глобального позиционирования для мониторинга даже самых незначительных движений тектонических плит, формирующих земную кору. Его занимает тот факт, что существует и много разломов, которые не порождают крупных землетрясений. Примерно две трети разломов движутся медленно и постепенно, как в Центральной Калифорнии, без крупных землетрясений. Еще одна треть оказывается вовлеченной в процесс зарождения землетрясений. Так что серпентинит и слюда могут иметь большую важность в будущем при исследовании разломов в других частях мира. Когда в пограничных районах тектонических плит в течение долгого времени не происходит землетрясений, ученые начинают опасаться, что следующее землетрясение окажется очень крупным. Однако наличие слюды может означать, что сила землетрясения не обязательно будет разрушительной. Наша машина покидает разлом Сан-Андреас. Она берет курс на юго-восток. По направлению к участку коры, содержащему одно из самых ценных полезных ископаемых. Внезапно наша машина дистанционного зондирования оказывается в западне, в недрах земной коры. Геологическое строение коры резко меняется с известняка на песчаник. Как и многие геологи, разведчики до нее, наша машина нашла нефть. Земная кора похожа на естественную канистру. Разница только в ее огромных размерах. Она хранит в себе весь запас нефти нашей планеты до тех пор, пока мы не начинаем ее бурить. Попытки удовлетворить ежедневную мировую потребность в нефти 87 миллионов баррелей. Невооруженному глазу песчаник и известняк здесь в горах Гваделупе в Восточном Техасе покажутся неотличимыми от других пород. Однако в них может содержаться одно из самых важных полезных ископаемых. Это один из старейших и самых крупных нефтепроизводящих регионов США, известный как Пермский бассейн. 270 миллионов лет назад здесь было континентальное море. Под воздействием сил сжатия высоких температур, доисторические растения и животные превратились в нефть. в большие объемы нефти. Под этими горами из вышедших на поверхность осадочных пород залегает 77 миллиардов баррелей нефти. Геологи Стив Раппел и Джерри Беллиан приехали сюда, чтобы исследовать район и найти эту нефть. Они выпускают по скалам лазерный луч для получения трехмерного изображения поверхности и создания компьютерных моделей, чтобы определить, что скрывается под ними. Горы Гваделупа нравятся нам потому, что на поверхности здесь можно увидеть то же, что и в недрах каменных пород. Объекты поиска в этих горах резервуары с нефтью, скрытые в земной коре. Беллин смешивает масло с газированным напитком, чтобы показать, как образуются резервуары. Теперь встряхиваем. Масло обладает меньшей плотностью, чем газировка, и поэтому поднимается на поверхность и встречает непроходимую преграду из камня, которая запирает ее, подобно крышке, в бутылке с лимонадом. По мере того, как масло и газировка начнут отделяться друг от друга, масло будет продолжать подниматься до тех пор, пока не натолкнется на непроницаемый камень и не окажется в западне. Итак, сверху у нас есть непроницаемый камень, а снизу получается резервуар, который будет хранить нефть в недрах земной коры. Геологи находят эти резервуары методом гиперспектрального анализа. В нем особым образом используется свет для выявления невидимых невооруженным глазом особенностей строения камня. Зеленые и фиолетовые области показывают хорошие нефтеносные пласты. Однако выделение нефти может начаться лишь благодаря одной особенности в строении земной коры. Резервуар может образоваться только в той области коры, где есть достаточно отверстий или пор. Это похоже на бильярдные шары, уложенные в треугольник. Если шары это каменные породы, то пространство между ними это и есть те поры, в которых собирается нефть. Если мы посмотрим на этот камень, мы увидим, что он достаточно пористый. И это видно не только при помощи линзы, но даже невооруженным глазом. Благодаря изобилию пористого пространства и образуется резервуар, в который начинает стекать нефть. Вопрос о том, отдаст ли земная кора людям всю содержащуюся в ней нефть, пока остается открытым. Далее наша машина передвигается более чем на тысячу километров на северо-восток, пробираясь сквозь техасские нефтяные месторождения. Продвигаясь сквозь земную кору, она сталкивается с камнем вулканической породы. Это кимберлит, обычно находящийся в глубинах земной мантии. Машина оказывается внутри вертикальной шахты, известной как кимберлитовая трубка. Ее стены усеяны алмазами. Но как они сюда попали? Алмаз начинает свою жизнь в виде угля. Он может сформироваться в естественных условиях лишь на глубине 150 километров земной мантии. Здесь он сохраняет свою структуру в условиях постоянного высокого давления до 60 килобарр температуры от 900 до 1300 градусов по Цельсию. Алмаз также сохраняет свою структуру и на поверхности при низком давлении и температуре. Самое интересное происходит с ним в промежутке. Здесь в компании Пола Даймонд в Бостоне выращивают алмазы. Главный научный работник Патрик Доринг изучает условия, в которые попадают алмазы во время своего путешествия сквозь земную кору. Одна из интересующих нас реакций это что произойдет если нагреть алмаз вдали от того сверх высокого давления которое поддерживает устойчивость его структуры. Этот алмаз весит 1,62 карета. Пирометр измерит его температуру через свет излучаемый алмазом при нагревании. Теперь Доринг подвергает алмаз воздействию температуры более чем 800 градусов по Цельсию. Сейчас мы достигли той высокой температуры с которой сталкивается алмаз в своем путешествии к поверхности земли. Затем он убирает горелку и снова взвешивает алмаз. При такой температуре за такой промежуток времени то есть примерно при 1000 градусов за 10 минут алмаз потерял около 1% своей массы. Это весьма значительная потеря. Также изменилась и его структура. Алмаз фактически был превращен в газ и окислен. Происходит химическая реакция и уголь при взаимодействии с пламенем превращается в углекислый газ. Следующий этап в этом процессе трансформации преобразование углекислого газа в графит, что навсегда изменит первоначальную форму алмаза. Вы можете видеть, как алмаз в течение длительного времени подвергающийся воздействию высокой температуры и низкого давления может полностью превратиться в графит. В этом случае он никогда не доберется до поверхности земли. Этот эксперимент показывает, что в теории алмазы не могут пережить путешествие сквозь земную кору. Так как же им это удается? Ответ на этот вопрос мы сможем найти на Луне. Здесь оранжевая земля. Хорошо, не трогай ее, пока я не посмотрю. Лунная экспедиция Аполлона 17 1972 год. Астронавт Джек Смит делает открытие. Так и есть. Я вижу ее отсюда, она оранжевая. Он находит застывшие капли стекла, разбросанные по поверхности. Это фантастика. Дорогие телезрители, она действительно оранжевая. Это невероятно. Сегодня они обладают большей ценностью, чем алмазы. Для планетарного геолога Джима Хэда они стали настоящим источником вдохновения. Это стеклянные шарики с Луны. Рассматривая их и пытаясь понять, как они появились, мы получили представление о том, как образуются кимберлиты, то есть, каким образом алмазы попадают на поверхность. Лунной гравитации атмосферы недостаточно для того, чтобы придать каплям шарообразную форму. Хэт понимает, что они должны были сформироваться в глубинах мантии, где углекислый газ сыграл свою роль в постепенном выталкивании их на поверхность. Это было как прозрение. Мы подумали, если это происходит на Луне, не может ли это объяснить процесс выхода алмазов на поверхность на Земле? Вещество из земной мантии обычно попадает в кору при очень высокой температуре и очень медленно, продвигаясь всего по несколько сантиметров в год. Однако, если бы алмазы двигались так медленно, они бы оказались уничтожены. Это всегда было главной загадкой в изучении алмазов. Как им удается подниматься на поверхность из глубин земной коры буквально за считанные минуты? Может, за часы? Непонятно? Хэтт развивает теорию, объяснившую быстрое формирование кимберлитов и следующий за ним выброс алмазов на поверхность. Процесс начинается на глубине 250 километров в мантии, где жидкий углекислый газ выталкивает вверх обогащенную алмазами магму. Когда на большой глубине в коре появляется трещина, там образуется зона низкого давления. Там начинает накапливаться газ, выделяющийся из расплавленного камня. Этот газ становится причиной перепада давления, который выталкивает его на поверхность. Когда этот углекислый газ пробивает поверхность земли, жидкость расширяется, превращается в пар и выбрасывается в воздух подобно вспенившейся газировке, только скорость ее достигает 5000 километров в час. Этот газ будет выходить очень быстро. Это будет похоже на огромный реактивный двигатель, выпускающий в воздух гигантскую выхлопную струю. По сравнению с этим, извержение вулкана на горе Святой Елены покажется просто детской игрушкой. Полость глубиной в 3 километра может опустошиться всего за 10 секунд, принеся в себя алмазы из земной мантии. Одно из положений теории Хэда гласит, что для образования Кимберлита не обязательно необходим район высокой вулканической активности. Выброс алмазов к поверхности может произойти в любой точке земного шара. Теперь наша машина берет курс на юг. Вскоре мы узнаем, что происходит, когда земная кора разрушается в результате природных катаклизмов. машина продолжает свое путешествие. Она уже проделала путь более чем в 51 тысячу километров вокруг земли и достигла полуострова Юкатан в Южной Мексике. Состав коры здесь меняется с океанического базальта на континентальный гранит. Мы находимся под метеоритным кратером Чиксулуп. Одна часть которого находится на суше, а другая в океане. Он образовался в результате столкновения с землей астероида диаметром 10 километров. Энергия удара была эквивалентна взрыву 100 миллионов мегатонн тротила. Это в 6 миллионов раз больше, чем при извержении вулкана Святой Елены в США. Планетарный геолог Питер Шульц исследует это разрушительное столкновение. Это невозможно даже себе представить. Единственное, что мы можем сделать, это провести эксперимент в замедленном режиме, как в кино, когда замедляются изменения в изображении. Шульц пришел в научно-исследовательский центр НАСА имени Эймса в Северной Калифорнии, чтобы смоделировать столкновение. Он готовит эксперимент. Толстый слой пемзы и керамических микрочастиц представляют собой мантию. Более тонкий слой розового песка поверх него будет играть роль коры. Трех с половиной метровая пушка выстрелит в ящик с песком крошечным стеклянным шариком на скорости почти в 5 километров в секунду. Точность очень важна. Если ящик с песком будет расположен всего на долю сантиметра в сторону, крошечный стеклянный астероид не попадет в цель. Заглянув внутрь, мы сможем увидеть там отверстие в форме кратера. То же самое происходит при необычайно сильном столкновении Земли с астероидом. Пушка заряжается и наводится на цель. Это потрясающе! Здесь мы видим, как наше вещество плавится и испаряется. В скорости, на которой шарик вылетел из пушки, было достаточно, чтобы он смог облететь вокруг Земли и вернуться. Кратер формируется очень быстро под воздействием ударной волны от столкновения. Сила удара настолько велика, что стеклянный шарик насквозь пробивает розовую кору и доходит до самой мантии. То, что было мантией, теперь восстанавливает свою форму, и кратер как бы выворачивается наизнанку, когда мантия начинает подниматься. Похожего эффекта можно добиться в плавательном бассейне. представьте, что этот человек приближающийся к Земле метеорит. Он отталкивается от доски и прыгает в воду. Из эпицентра его падения поднимается столб воды. Подобным образом из кратера выбрасывается мантия. Сначала кора была вогнута под ударом, но теперь снова начинает подниматься. И чем дальше, тем менее глубоким будет оставаться кратер. Примечательно, что кора сама восстанавливает свою форму. Однако Шульц полагает, что это не могло произойти быстро. Кратер затягивался в течение многих дней. Из-за того, что мы создали в теле планеты такое большое отверстие, ей пришлось самой залечивать свою рану. Сегодня на поверхности Земли осталось немного свидетельств этих процессов. Однако эффект от них был намного более ощутим. Ученые полагают, что именно астероид стал причиной вымирания динозавров. Возможно, это было неизбежным последствием проникновения в земную кору чужеродного объекта. Падение метеорита Чиксулуп привело к страшным катаклизмам. Мы даже не можем представить себе ту силу, с которой он врезался в Землю, и какая при этом выделилась тепловая энергия. По всей планете должны были подняться страшные цунами. В некоторых местах стало очень жарко, в некоторых очень холодно. Это была иллюстрация к Аду Данте, совмещенной с картинами страшного холода. Наша подземная машина выходит на заключительный отрезок своего кругосветного путешествия сквозь земную кору. Она покидает Мексику и уходит вглубь, под дно Атлантического океана. Мы близки к тому, чтобы совершить самое удивительное открытие нашего путешествия. Машина выходит в воду в районе Срединноатлантического хребта. Здесь как будто не хватает целых 300 квадратных километров земной коры. Это неожиданное открытие дает ученым уникальную возможность заглянуть в недра земли, обычно скрытые корой. 2007 год. Подводный геохимик доктор Брэмли Мертон в составе команды британских ученых прибывает в этот район для проведения исследовательских работ. Глубоководный аппарат посылает ученым гидролокационные сигналы с дна моря с глубины 3000 метров. Один из участков океанического дна сильно отличается от того, что наблюдается вокруг. Мы довольно быстро заметили, что это был словно шрам на дне моря, как будто в коре земли образовалась открытая рана. широкие полосы каменных пород образуют огромный купол длиной в 10 и шириной в 15 километров. Моя команда, мои коллеги и я работали с океаническим дном уже в течение 10-15 лет, но никогда не видели ничего подобного. Это было просто невероятно. Из шрама на дне океана они берут образцы пород. в них обнаруживается нечто необычное. Это одна из самых распространенных пород камня на планете. Дело только в том, что обычно он находится в недрах планеты. То есть мы взяли образцы пород со дна океана и обнаружили камень из земной мантии, возраст которого не менее нескольких тысяч лет. Это было крайне необычно и удивительно. На дне океана отсутствует участок коры. На ее месте из разлома выглядывает земная мантия. Мертон объясняет это на примере апельсина. В области средины Атлантического хребта, где мы работаем в Коре, образовалась трещина. Посмотрите, если я разрежу апельсин, в месте разреза появится как бы расселено. На этой схеме показано, как в области расширяющегося разлома тектонические плиты движутся в противоположном друг от друга направлении под воздействием высоких температур и магмы со скоростью примерно 2,5 сантиметра в год. Магма же выходит на поверхность и образует новую океаническую кору. Однако здесь все происходит иначе. Вместо того, чтобы на поверхность выходила новая лава, одна плита отодвигается от другой, и по мере того, как это происходит, обнажаются внутренности апельсина, то есть внутренности земли. Мертон и его коллеги теперь начинают понимать процесс, в ходе которого образуется новая земная кора. Здесь этот процесс еще только начинается, но ученые уже видят в этом открытии большие перспективы. Оно может обернуться новыми научными прозрениями, способные разгадать тайны малоизученных глубин нашей планеты. Путешествие нашей машины подошло к концу. Мы совершили полное кругосветное путешествие. Мы искали нефть. Побывали на месторождении алмазов странных посетителей земной коры. Мы проезжали сквозь магму и находили следу в разломе Сан-Андреас. И обнаружили, что земная кора может содержать в себе то, из чего зародилась жизнь на планете. Земная кора источник неиссякаемых богатств. Она защищает нас и обеспечивает многими необходимыми для жизни веществами. Это воображаемое путешествие невозможно повторить в реальности. Однако оно наглядно показало, что земная кора это больше, чем просто камень у нас под ногами. Программа озвучена студией АРК-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин.